Мы помолились, и вы знаете, стоит поклонный крест, метров пяти высотой. Надпись я вспоминаю, поэтому казакам, первопроходцам, чьими трудами здесь Россия. Слава Богу, что мы казаки, с нами братство, знамена и песни. От Карпатских гор до Амур-реки мы с молитвой этой воскресней. Доброго ночевали, братья-казаки! Слава Богу! Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, Ржи, С нашим Адаманом не приходится тужить. За последние 10-15 лет Амурское казачество убедительно доказало, что оно сыграло наиважнейшую роль в защите и развитии всего Дальнего Востока. Именно казаки покрыли себя неувидаемой славой в боях и при защите российской границы. А все потому, что в казаках несколько выше был демократический тонус. Посмотрите, какое знамя! Гордость Амурского казачества! Казаки никогда не знали рабства. Отсюда их первое и главное достоинство – чувство внутренней свободы. Вместе с тем, органической чертой казака всегда была присуща ему любовь к порядку. Казак он и есть казак. Поэтому вы должны гордо нести это высокое имя казака российского. Казаку всегда было ясно, что там, где нет равенства, там нет справедливости. А где нет справедливости, там нет нравственности. Это начало всегда лежало в основании строительства казачьей жизни. Здесь каждое слово – правда. Поэтому одним из основных направлений деятельности Амурского казачьего войска является возрождение традиций по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения. Ведь дети, неважно, являются ли они потомственными казаками или нет, они – будущее любого государства. И от того, какими они вырастут, зависит будущее любой страны. Там, где служат казачат, там дисциплина выше, там порядка больше. Там вопросы боевой подготовки решаются на уровень выше, и там больше побед. Опыт показывает, что выпускники казачьих кадетских классов приходят в войска куда более подготовленными к службе, чем большинство их сверстников. Для казаков защита родных просторов, служба на благо Отечества, причем во все времена, считалась одной из самых жизненно важных задач. Не случайно молодежь от казачества, как правило, стремится попасть на пограничные заставы. И под я саму уходил воевать на проклятие отца и молчание брата. Он ответил – так надо, но вам не понять. У нас в районе, в селе Лачаково, кстати, в нашем старинном казачьем селе, созданный военно-спортивный лагерь. Там база есть. Договорились, что после технических подготовок в летнее время ребята пройдут стажировку в этом военно-спортивном лагере. Кроме этого, ребята будут проходить стажировку и на погранзаставах. Учитывая тот общеизвестный факт, что с каждым годом в армию приходят служить все менее подготовленные призывники, проигнорировать стремление казачества, взять на себя часть функций по патриотическому воспитанию молодежи – просто глупо. Казаки не бегают на многомесячные самоволки, не расстреливают караулы, не покидают с оружием посты. Напротив, своим примером они невольно заставляются служивцев стремиться прилежно постигать ратное дело. Да и на службе, как это сложилось исторически, они готовы стоять не один год, как солдаты по призыву, а практически всю сознательную жизнь. В данном аспекте возрождение казачества и вовсе приобретает значение задачи государственной важности. Первое, что мы предлагали, это кадетское училище построить полностью в укрепрайоне. Укрепрайон стали растаскивать, нам не дали. Решили, наверное, что детей воспитывать не нужно. Второе, вот здесь в первом районе на базе училища по повышению квалификации, общеобразовательный учебный комбинат. Третье, мы предлагали недостроенная школа в поселке Восточном. Великолепнейшее здание, рядом сельскохозяйственный институт, поля. Можно заниматься коневодством, обучать офицеров, обучать аграриев, обучать людей экономики и менеджмента. Сегодня в Хабаровском крае насчитывается три кадетских класса. В поселках Ильбан, Лермонтовка и Бекин. Особой гордостью казаков в свое время был и казачий центр военно-патриотического воспитания и адаптации детей и молодежи. Сотник. Был. А что же сейчас? По ряду причин, не знаю каких, но администрация и край, оно было закрыто. Мы все равно прошли перерегистрацию и восстановили этот центр. Создали военно-спортивную базу в поселке Восточном, в станичном, который успешно работает. Очень много молодежи занимается. Взаимодействуем с интернатами, школами. Особенно обращаем внимание на школы-интернаты, где молодежь малообеспечена, беспризорная. Добиваемся восстановления кадетского корпуса, который очень огромную роль сыграл в воспитании молодежи. И, кстати, его выпускники героически сражались за нашу Россию. Летит, летит, летит по небу Клим устал. Летит в туман на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Я верю казакам, потому что знаю, облокотившись один раз на плечо казака, плечо не провалится. Я вижу в них своих помощников, и я думаю, что порядок будет наведен. Возрождаясь российское казачество, возрождает матушку Россию. Поэтому и сегодня казаки в авангарде всего нашего российского народа. Так было, так есть и так должно быть. Жаль только, что наши чиновники из Хабаровской краевой администрации не разделили мнение героя России, потомственного казака, генерал-полковника Геннадия Трошева. И до сих пор они считают, что казак обязательно должен быть в бурке нараспашку, попахи на бекрень и изрядно пьян. Это не тот ряженый, который нацепил себе генеральские погоны, шаровары нашил, черт его знает какие. А все по закону, все по указу президента, где определена и форма одежды, и оружие, и определено ношение этого оружия. Достаточно взглянуть на устав любого казачьего общества, чтобы понять, насколько абсурдны и неуместны обвинения в адрес настоящих казаков. Здесь черным по белому сказано, что за употребление спиртного в форме казак может быть сурово наказан, вплоть до исключения из войска. По уставу он должен хранить и развивать казачьи традиции, культуру, беречь достоинство и честь, почитать стариков, посещать в казачьей форме церковь. Казачьи традиции обязывают казаков быть дружными, выдержанными, законопослушными, идейными по вопросам сохранения государства, воспитания подрастающего поколения. Кроме того, любой казак должен быть неутомимым тружеником, систематически повышать квалификацию и профессиональные навыки, расти духовно и нравственно, с честью и достоинством, защищая наши рубежи. Казаки призваны своими предками готовить смену для защиты Отечества, для службы в силовых структурах Отечества, для того, чтобы наша Россия-матушка жила спокойно, безбедно и без всяких катаклизмов. В настоящее время перед амурскими казаками стоит очень сложный вопрос. На какой основе нужно возрождать казачество? На основе воспоминаний царских уложений или в русле последних проходящих в стране демократических преобразований? Если на основе жизни казачества до 1917 года – это понятно. В то время четко определялись цели и задачи казачества. А если воссоздавать применимо к существующим сегодня реформам – тупик. Потому как в настоящее время только политические партии имеют право быть избранными и руководить государством. А как же казачье братство? Почему нет представителей от казаков ни в Государственную Думу, ни в местное самоуправление, или правительству края выгодно ставить своих чиновников во главе вновь созданных казачьих общин, дабы управлять ими было легче? То, что власть сегодня не обращает на нас внимания, вернее, пытается сделать вид, говорят, любую идею можно замолчать. Сегодня происходит то же самое. Но в стране назревает мощнейший кризис, потому что происходит объединение казаков. Просто некоторые пытаются забыть, что 15 миллионов казаков в дальнем зарубежье, 5 миллионов казаков в ближнем зарубежье и 10 миллионов в России. По сути, казаки народ государство образующий. Мы не пытаемся сегодня создать государство, но и не надо нас так унижать. Когда мы первые идем в Осетию, только после этого за нами тянутся войска, и потом Владимир Владимирович Путин говорит, а вот нам делали унтематум, если вы не станете защищать Осетин, то мы тоже выступим. Это были казаки. Поэтому сегодня так просто казаков со счетов не скидывать. И правительство ломает голову. Выпустив закон о государственной службе российского казачества, они раскололи казачество. Сейчас предпринимаются какие-то меры выправить. Вышла концепция развития казачества. Дай Бог, мы люди в основном православные, что все это будет сделано правильно на государственном уровне, что не отделят от нас и не отправят на уровне какого-нибудь непонятного этноса петь и плясать. Мы не скоморохи, мы воины в первую очередь. Сегодня на Дальнем Востоке, если верить официальным данным, проживает более 15 тысяч казаков. Создано более 200 казачьих подразделений. Проблема лишь в том, что подавляющее большинство из них нигде не зарегистрированы. Чтобы выйти из этой ситуации достойно, Совет Старейшин во главе с почетным атаманом Амурского казачьего войска Владимиром Крюковым приняли серьезное и достаточно правильное решение по созданию Общественного Совета Атаманов Хабаровского края. В который должны войти все атаманы независимо, они общественники или регистровые. Совет Атаманов избирает своего атамана общественного. И этот Совет подчиняется по вопросам жизни и деятельности решения казачьих вопросов в крае советнику председателя правительства Хабаровского края. Что это может дать? Это может дать в первую очередь единению, возрождение главной традиции казачьей, казаки и все братья. Кончится всякая буза непонятная. А будет идти целенаправленная работа среди казачьих обществ, основанная на традициях и обычаих наших предков. Ни для кого не секрет, что казачество как таковое – это явление присущее только нашей стране. Но куда бы ни забросила судьба русского человека, там обязательно возникает казачье движение. Сегодня казаков можно встретить практически на всех континентах нашей планеты. Они живут в Канаде, в Америке, Германии, Австралии, даже на африканском континенте. И все они в один голос говорят «Слава Богу, что мы казаки!» Недалек все-таки за горами тот день, когда до Виктора Ивановича Ишаева дойдет то, что мы хотим делать, благие дела, и не намерены вступать ни в какие конфронтации. И получим поддержку и на уровне края. Тогда, я думаю, двинутся у нас и военно-патриотическое воспитание, и кадетские классы, и охрана общественного порядка, и работа по земледелию, и снабжение наших хотя бы ИТК, пограничных служб своими продуктами. Возможностей для этого очень много, лишь бы не было запретительных мер. Уходили из дома родного Казаки, чтоб Амур покорить, В неизвестность шли снова и снова, Чтоб Россией великою быть. Родина есть у каждого, А моя лук из клея и кругом тишина. Там, за облаком, в соках мой родной край, О корнях своих, о корнях вспоминай. Субтитры создавал DimaTorzok